Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. В последнее время пресса Финляндии часто пишет о проблемах жителей восточных районов этого государства. Регион погружается в пучину запустения. Молодежь массово покидает неперспективные деревни. Причина такой ситуации ни для кого секрета не составляет. Благосостояние Восточной Финляндии очень зависело от экономических отношений с Россией, от товаробмена с ней, от российских туристов. В Хельсинки собственноручно зарубили благополучие своего региона, разорвав связи с РФ и заблокировав восточную границу. Но если к западу от российско-финской границы царит запустение, то к востоку все оживает на глазах. До 80% молодых людей возрастом от 15 до 29 лет, проживающих на востоке Финляндии, считают очень вероятным, что покинут свой регион. Это выяснилось в результате свежего социологического исследования. Издание Suomenma пишет, что для многих юношей и девушек решение о переезде не несет никакой радости, просто ситуация такая, что не оставляет людям иного выхода. По данным нашего опроса, большинство молодежи в Восточной Финляндии, то есть почти 70%, очень любят место, где они сейчас живут, рассказывает социолог Эй Ронин. Однако, по ее словам, лишь 15% респондентов с востока Suomen считают, что там, где они живут, есть хорошие жизненные перспективы. Отсутствие перспектив трудоустройства является главным фактором, который заставляет молодых людей переезжать, уверена Эй Ронин. Еще социолог находит интересным, что молодых людей привлекает близость к природе, ощущение и спокойствие. Как правило, двое из каждых троих опрошенных молодых людей говорили, что в конечном счете верят в светлое будущее своих регионов. С другой стороны, лишь около половины участников опроса верят в перспективы работающих здесь компаний. Большинство послушно соглашается с тем, что поддержка климатических решений в промышленности, зеленый переход и государственные инвестиции откроют большие возможности в Восточной Финляндии. Но это, видимо, будет когда-нибудь потом, а жить нужно прямо сейчас. Еще недавно Восток Финляндии очень зависел от российского туризма. Но те времена ушли в прошлое, число приезжающих в Финляндию иностранных туристов сократилось по сравнению с показателями 2019 года примерно на 20%. Финская пресса публикует интервью с Яни Киси, живущим в районе города Лапиенранта, буквально в 200 метрах от ныне закрытого пункта пропуска Войникала на границе России и Финляндии. Когда-то Лапиенранта была одной из главных в Суоми точек притяжения для россиян, которые активно ехали сюда отдыхать, за покупками, скупали местную недвижимость. Теперь же, по словам Киси, жители постепенно покидают территорию у восточной границы, сектор услуг сильно сократился. На улицах никого не видно, тут ужасно тихо. В свою очередь, другой местный житель Петри Куока обеспокоен будущим приграничного района Нуема, в котором проживает пара сотен жителей, если Нуема опустеет, это станет сигналом другим странам. Также полагает и председатель парламентского комитета Юка Копра, говоря, что жители приграничного региона являются большой опорой в вопросах пограничного контроля, поэтому их отток нежелателен. Символом упадка финского туристического бизнеса стало выставление на аукцион, обанкротившийся в декабре аутлет деревни Царь. Царь был открыт в 2018 году специально для обслуживания российских туристов. В деревне находились несколько десятков магазинов аутлетов, торговавших преимущественно брендами люкс и премиум сегмента. Аутлет деревня не успела стать популярной, сперва пандемия, а затем фактически разрыв отношений положили конец шоппинг-туризму на этом направлении. США получили плохие новости после возвращения Владимира Путина в Россию. Такой информацией поделились журналисты из Китая. Недавний визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам наделал много шума. По словам китайских журналистов, западные страны были крайне недовольны поездкой лидера РФ и даже попытались сорвать его встречу с вьетнамскими властями. Из этого ничего не вышло, а когда Путин вернулся в Россию из своей зарубежной поездки, США начали получать плохие новости. Путин только что вернулся в Россию, и Байден тут же получил плохие новости, рассказали обозреватели китайского издания. По данным китайских журналистов, руководство Вьетнама в преддверии визита Путина получило множество возражений со стороны представителей США. Последние требовали от Ханое отменить мероприятие и запретить посещать Вьетнам. В итоге давление не подействовало, и визит российского лидера в Юго-Восточную Азию состоялся. Однако на этом неприятности для Соединенных Штатов не закончились. Вьетнам проигнорировал возражения США, что стало проблемой для Соединенных Штатов, констатировали эксперты Нитеаси. В день, когда Путин вернулся в Россию, крайне любопытные новости поступили из Китая. Внешнеполитическое ведомство КНО сообщило о визите президента Польши Анджио Дуды в Поднебесную, там польский лидер собирается провести целых пять дней. Ожидается, что за это время Варшава и Пекин подпишут пакет документов о сотрудничестве. По мнению аналитиков Нитеаси, визит Дуды в Китай и недавняя поездка Путина в Ханое являются частью большой игры. Дело в том, что Вьетнам и Польша считаются странными, где сильное американское влияние. Варшаву так и вовсе многие воспринимают как одного из главных американских союзников в Европе. На этом фоне торжественный прием, устроенный вьетнамскими властями президенту РФ, а также пятидневная поездка Дуды в Китай нанесут серьезный ущерб по репутации США. Весь мир увидит, что американское государство слабеет и оно больше не в состоянии контролировать своих партнеров. Не так давно Евросоюз под давлением США решил повысить налоги на китайские электромобили. На этом фоне Дуда, важный союзник Вашингтона, посещает Пекин, чтобы обсудить вопросы укрепления сотрудничества с Китаем в различных областях, что, несомненно, является плохим по Байдену, высказали мнение китайские журналисты. Согласитесь, новость довольно неожиданная в данный момент, когда все мировые СМИ обсуждают визиты российского президента Владимира Путина в Северную Корею и во Вьетнам, где были подписаны очень важные документы. Символы, которым оказался наполнен визит премьер-министра Индии в Москву, следует изучать внимательно. Ведь Восток – дело тонкое, как говорил товарищ Сухов, и там мелочей не бывает. Начнем с нелепой, на прошлой неделе наши дорогие коллеги и партнеры. Дескать, когда Си Цзиньпин прилетел в Казахстан на саммит ШОС, то его в аэропорту прямо у трапа самолета встречал сам президент Такаев. А вот Путина, мол, Такаев не встречал, и, следовательно, это такой жест пренебрежения, якобы. Шикарный вывод. Сделанный по схеме пол, палец, потолок. Начнем с того, что Путин просто прилетел на саммит ШОС, как и все остальные мировые лидеры, а Си Цзиньпин совместил это со своим государственным визитом в Казахстан, и поэтому встречали его по-особому. Кстати, свой государственный визит в Россию, Си Цзиньпин ни с чем совмещать не стал, счел это вполне достаточным основанием, чтобы приехать. Так вот, Путин не встречал Си Цзиньпина в аэропорту по время его государственного визита, отрядил для этой цели торжественную делегацию во главе даже не с министром, а вице-премьером Чернышенко. В случае с Нарендрой моди почестей было даже чуть больше, встречали точно так же, по высшему разряду, но возглавлял делегацию уже первый вице-премьер Денис Монтуров, третий лицо в государстве. Если кто-то не понял, лидеры великих держав не мотаются в аэропорт. Никогда. Это должен быть экстраординарный случай, чтобы президент США, России, Китая или глава Индии встречал кого-то лично в аэропорту в день прибытия. А вот Ким Чен Ин, да, тот лично встречал Путина в аэропорту. За что тот, кстати, отдельно и очень тепло его поблагодарил. И такая встречал Си Цзиньпина в аэропорту. А вот Байден, Обама, Путин, Си Цзиньпин, Моди так никогда не делают. Потому что не все йогурты одинаковы. Одинаковы. На Западе, естественно, истерика. А чего же еще ждать? Журналисты пишут, что изоляция закончилась. Это, разумеется, чушь. Изоляция никогда и не начиналась, и ни одной минуты не длилась. Визиты на самом высоком уровне как наших лидеров за рубеж, так и иностранных, в Москву, шли постоянно. Закончилось другое, закончилась последняя возможность притворяться, что хоть какая-то мировая изоляция имеет место. Это только Запад самоизолировался. Да и то, буквально на днях у нас Лорбан. А в остальном, Ближний Восток, Центральная Азия, Индия и Китай, Африка, Южная Америка, везде с Россией работали и работают. Но Индия, конечно, особый случай. Особенно интересно, как это видит в самой Индии, там очень тонко подходит к вопросу. Визит Моди посылает сигнал, учитывая контраст с другим саммитом в Вашингтоне. Во вторник президент США Джо Байден встретит лидеров стран НАТО на 75-летнем юбилее. Это будет демонстрация, которая должна продемонстрировать изоляцию. Моди попытался сбалансировать свое присутствие на саммите Большой Семерки в Италии на прошлом месяце, заявила газета Hindu в своей редакционной статье. А это означает, простите, страх, давайте расшифруем. Россия является настолько важным партнером для Индии, что Нарендра Моди не может проводить свою внешнюю политику без учета того, чтобы об этом подумают в Москве.